Здравствуйте дорогие друзья! Приветствую вас на канале Сокровища Черногории. Сегодня мы продолжаем небольшой цикл передач о недвижимости в Черногории с нашим уважаемым гостем Оксаной Подосиновой Матович. И сегодня мы обсудим вопросы, которые интересуют наших подписчиков. Это вопросы о купле-продаже недвижимости в Черногории. Продолжаем отвечать на вопросы. Итак, вопрос. Часто ли еще пытаются продавать квартиры в домах, где нет разрешения на строительство и эксплуатацию? И почему это вообще возможно? Вам слово. Черногория страна, которая отделилась от бывших республик Югославии, самая последняя в 2006 году. То есть это достаточно молодая страна, ей всего 15 лет. Поэтому не до конца были сформированы все документы кадастровые, урбанистические. Поэтому в Черногории много домов и объектов недвижимости, которые есть, которые не до конца легализованные. Для этого вышло уже два закона о легализации. Сейчас ожидает третий измененный закон о легализации. И поэтому существует ряд объектов недвижимости, которые продаются без, там, некоторые не укнижены в кадастре, некоторые частично укнижены и с какими-то там обременениями, так скажем. То есть это просто потому, что молодая страна и не все правильно сформировано, как, допустим, другие государства, где они существуют уже десятки лет. Почему эти объекты продаются? Ну, конечно, объекты эти продаются, и они, их можно продавать. Потому что, например, простой пример вам приведу. Например, здание, многоквартирный дом, где есть квартиры. У каждой квартиры есть свой хозяин. Они вписаны в кадастр. Ну, например, на этом здании нет разрешения на строительство. Потому что, когда строили этот объект, еще не существовал детальный урбанистический план конкретного района, где был построен этот объект. Поэтому такое существует. Но, как правило, эти квартиры уже или поданы документы на легализацию, или процесс легализации уже идет, какие-то часть платежей уже оплачена по легализации. И, а если, например, дома, где вообще никаких шагов по легализации не сделано, то у таких объектов очень привлекательная низкая цена. Хорошо, тогда я задам свой вопрос, который нет в списке. Как бы Вы советовали покупаться на вот эту низкую стоимость и брать без еще легализации? Или все-таки лучше переплатить, но взять уже полностью легализованный объект? Ну, тут выбор каждого человека. Если для местных жителей нет никаких проблем с этим. Единственное, что местные жители не могут получить, например, кредит в банке или ипотеку на такую квартиру. Но если они покупают за какие-то живые наличные деньги, то тогда, конечно, им интересно покупать, допустим, большую квартиру. Например, у меня квартира 146 метров стоит 65 тысяч евро. Конечно, им интересно покупать. И у них большая семья, и у них есть наличные, то они могут покупать такую квартиру. А для иностранцев все-таки, я думаю, что лучше покупать квартиры, которые полностью соответствуют всей законодательной базе со всеми документами. Это моим мнением. Понятно, хорошо. А как можно подстраховаться, чтобы быть уверенным, что квартира действительно полностью легализована? То есть есть какой-то простой способ. Человеку, который в Черногории не живет, вот он приехал как турист, ему понравилась квартира, он хочет ее купить. Как ему быть уверенным в том, что квартира полностью легализована? Ну, любой риэлтор, риэлтор, который разбирается в недвижимости, он может зайти в электронный кадастр. Есть так, у права для недвижимости есть электронный кадастр, где вписана абсолютно вся недвижимость, которая находится во всех общинах Черногории. И зная номер, например, участка кадастрового или зная номер листа непокредности, можно зайти в электронный кадастр и проверить наличие квартиры, объекта недвижимости, то есть там дома, земли, наличие обременений и так далее. То есть любой грамотный риэлтор может это сделать, используя свои пароли при входе в электронный кадастр. То есть тут теперь самое главное человеку найти честного риэлтора, да? Ну да. Потому что если риэлтор будет заинтересован в продаже... Профессионал, нет, то есть любой профессионал может зайти в электронный кадастр и посмотреть, дать точную характеристику по любому объекту недвижимости. То есть это никакая не проблема. И тогда мы как раз плавно переходим к следующему вопросу, собственно, как производится сделка купли-продажи в Черногории? Сделка состоит из нескольких частей. Первое – это самый длительный такой объемный момент – это выбор непосредственно недвижимости. И то есть для этого существует... Сначала вы выбираете... Но первое – это главное найти специалиста, с которым вы планируете работать. Я считаю, что это основное, потому что, чтобы правильно выбрать... Даже, например, я, когда приезжаю в другую страну и хочу выбрать себе недвижимость, я всегда обращаюсь к специалистам, потому что есть очень много нюансов, подводных камней, которых вы просто не увидите. И потратите много энергии, своих сил, возможно, и денег впустую. Поэтому, конечно, первое – это выбрать риэлтора, с которым вы планируете работать, агента по недвижимости. Дальше вы уже определяетесь точно с объектом недвижимости, который вам нужен. Здесь тоже есть ряд характеристик. Ну вот у меня есть определенные чек-листы. Есть определенный чек-лист. Я могу здесь под видео сделать, публиковать его. Где четко расписано, как подбирать свой объект недвижимости. Прямо по пунктам вы должны ответить для себя на вопросы по этому чек-листу. Тогда вам будет проще искать недвижимость. Ну, то есть там и бюджет, и очень много-много характеристик. После того, как вы уже определились с объектом недвижимости, ваш риэлтор проверил его на все обременения, проверил, правильно ли все внесено в кадастр, правильно ли там площадь и так далее. Все моменты сделка купли-продажи проходит у нотариуса. Причем у каждого нотариуса есть определенный регион, где он может заверять сделки с недвижимостью. Например, нотариус из герцог-нови не может оверить сделку недвижимости, которая, например, находится в Будве или в Которе. Например, Будва Котор может оформлять, например, квартиры, или, например, квартира в Подгорице не может оформлять нотариус из Будвы. Сделка происходит у нотариуса. Нотариус несет полную материальную уголовную, все виды ответственности своим имуществом за оверсделку. За подтверждение. Я не могу сказать, как это на русском. За заверение. Да, полностью несет ответственность за сделку, за подтверждение действительности сделки. Поэтому я считаю, эта система введена в Черногорию с 2010 года. Это полностью защищает, как продавца, покупателя, всех участников от каких-то неправовых действий. Сам процесс происходит, то есть, когда определена цена, проверены документы на чистоту, планируется заключение договора. На договоре обязательно присутствует, помимо нотариуса, покупателя и продавца, обязательно присутствует, если стоит вопрос об иностранцах, обязательно стоит вопрос о судебном переводчике, который тоже является участником сделки. Также он и подписывает договор. Это судебный переводчик, его обязанность во время договора переводить полностью каждую деталь договора в устной форме. То есть, чтобы покупатель четко представлял все моменты, то есть, если мы говорим сейчас о русскоговорящем или украиноговорящем, или белорусоговорящем, неважно, пусть это даже англоговорящий, обязательно должен быть судебный переводчик, который переводит абсолютно все детали сделки и каждое слово, которое написано в договоре. И также его данные вносятся в договор, и после подписания он также подписывает этот договор. Сделка, значит, проходит у нотариуса, я сказала, судебный переводчик обязательно. И в договоре, например, в нотариальном указаны все четкая схема по платежам за недвижимость. То есть, сроки, суммы, если это рассрочка, то обязательно все... Ну, сроки рассрочек, да. Да, все какие платежи. Договор этот прошивается после сделки, подписывается сторонами, прошивается и оригиналы документов, которые предоставлены на подписание договоров, хранятся у нотариуса. А каждая сторона получает заверенную копию договора купли-продажи. Дальше уже нотариус посылает на переоформление в кадастр, в налоговые органы, ну и дальше по определенным инстанциям, где все это прописано в договоре. Вот, собственно говоря, как происходит сделка. Поэтому сделка – это уже конечный момент. А самый длительный, самый важный процесс – это выбор и проверка недвижимости. То есть, сам процесс, уже сама сделка – это достаточно происходит быстро. И схема отработана. Да, еще хочу сказать, что все нотариусы в Черногории работают по определенной схеме. Не существует, не может ваш, например, адвокат или какой-то ваш юрист составить договор. В Черногории существует определенная схема для всех нотариусов. Но она, может быть, чуть-чуть отличается, но она есть определенный такой каркас этого договора. То есть, там уже нотариусы вводят определенные моменты по конкретной недвижимости. Поэтому договора достаточно объемные. Они где-то около 6-8 страниц занимают. Не так, как во многих государствах, это всего там одна-две страницы. То есть, вы должны это понимать. И если для оплаты вашей страницы вам необходим перевод этого договора, то вы должны понимать, что заказывается после сделки письменный перевод. Тоже заверенный судебным переводчиком. Понятно. Хотел от себя тоже уточнить. Нотариус проверяет что-то по кадастрам? Или это вообще не входит в круг его обязанностей, вот эту недвижимость? Сейчас, с 2020 года, сейчас у нотариусов есть дополнительная возможность, которые они, то есть, их уполномочили. Они заходят под своим паролем в этот электронный кадастр недвижимости. Не так, как заходят риэлторы, только посмотреть. Они сами в день сделки заходят в кадастр недвижимости и получают свежие документы на конкретный объект недвижимости. И в договоре обязательно должен быть этот свежий документ, то есть, днем они получают его, днем подписания. То есть, это их обязанность? Это их, это их обязанность. Это их возможность, это их обязанность. Что раньше они могли этого не проверять и получались проблемы. Получались раньше проблемы? После того, как ввели нотариуса в Черногории, эти проблемы все автоматически пропали. Когда до 2010 года с заверением документов в Черногории занимался основной суд. Основные суды это Цитинья, Котор. И там, конечно, было много, широкое поле, может быть, для каких-то неправовых действий. То с введением нотариата в Черногории, конечно, сейчас все, и каждый нотариус просто полностью несет ответственность. Никакой, ни один нотариус в Черногории не будет заверять договор, где есть какие-то проблемные моменты или недопонимание сторон. Это очень принципиальный момент. Еще раз подтверждаю, нотариус несет полную правовую, материальную, уголовную ответственность за свои действия. Поэтому я считаю, что сейчас сделки происходят очень безопасно и прозрачно и для продавца, и для покупателя. То есть все стороны максимально защищены законом. Прекрасно. Ну что же, я надеюсь, что мы в этой части видео ответили на те вопросы, которые задавали мои подписчики. И мы с Оксаной еще пообщались немного по тем вопросам, которые были у меня. И мы пришли к выводу, что мы, наверное, сделаем еще одно интересное небольшое видео прямо с объекта, но не просто объекта, вот квартиры, которые, как мы сейчас находимся, которые продаются. Мы снимем небольшое видео о том, как построить дом в Черногории. То есть не купить готовый. Это к вопросам о том, как купить дом, а купится он, не окупится. А как именно построить дом самому, то есть купить участок. Как происходит процесс строительства дома. Сколько это занимает по времени, все эти документы, сколько это может стоить. И я думаю, что это видео на канале появится в ближайшее время. Если будут вопросы, тоже зададите отдельно под видео. И я думаю, что это будет довольно интересная и познавательная история для наших подписчиков. Ну что же, на этом у меня сегодня все. Большое спасибо Оксане, которая уделила время, которая ответила на все вопросы, которые задавали мои подписчики. И я надеюсь, что мы увидимся и в Черногории, и на моем канале. До новых встреч. Будьте здоровы и всего доброго. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова